всем привет в предыдущем уроке я значит вам рассказал и показал как скачать с сайта linux mint.com различные дистрибутивы установочные linux mint в частности linux mint ценамон затем я показал программы проверки образов скачанных и программу для установки здесь займемся тем что сделаем так называемую чудо флешку значит что для этого нужно вот скачать содержимое вот этой папочки она находится у меня на меге скачаете вот эти три файлика и в файлики все из папочки addons когда вы все это дело скачаете у вас получится ну вот я вывел ее на рабочий стол вот эта папочка вот здесь находится скажем так все необходимое но для того чтобы записать на флешку нам нужна во первых флешка и нужно ее отформатировать ну скажем так логично логично пойдем сюда посмотрим какие у меня тут флешки есть вот у меня флешка есть на 14 гигабайт она сейчас записана ну ради скажем так нашего эксперимента возьмем ее и отформатируем сообщение сделано что теперь она пустая вот видите да ну и что мы начнем делать запустим программу юми можем даже еще раз написать после отформатирует ради бога ну что поставим давайте сначала поставим самые маленькие программы на нее групп фром рам выберем десктоп папочку нашу вот у нас здесь есть хорошенькая программка абсолютно крошечная полтора мегабайта так называемый пробник операционных систем эта программа при самых различных там крахах системы позволяет вам загрузиться на любую систему которая она обнаружит обнаруживает она их очень хорошо и как она это делает я покажу ну вот я всем покажу как работает флешка вот это значит качество конечно не фонтан но тем не менее вот встаете на групп меню первое допустим здесь у вас будет поисковик операционных систем вот boot osprober на него наводите встаете вот сообщение detect any os то есть выявить операционную систему там любую нажимаете enter вот он выявляет винду и linux ну вот например решили вы значит загрузиться с linux enter нажали и и пошла загрузка вот таким вот образом ну вот так же значит система взяла как обычно и загрузилась то есть вот таким вот образом поэтому значит вот с помощью такой крохотулечной флешки а вы сможете загружаться как говорится в большинстве процентов случаев даже когда на экране бывает сообщение что там потеряна там мбр там или еще какая нибудь там бяка краковяка очень хорошая штучка и весит всего лишь полтора мегабайта так что всем рекомендую да и пользуюсь я уже точно лет десять ну ладно значит все остальные пункты меню выбираются таким же образом выбираете встаете на него курсором значит нажимаете enter оказываетесь там где необходимо ну и теперь значит добавим еще один дистрибутив она же спрашивает хотите ли еще что-нибудь записать вот здесь я запишу и linux mint значит ну что ну давайте linux mint вот запишем в начале скажем так официальную сборку ну сделаем ей кладовочку на 1 гигабайт и пусть она этим делом занимается и так мы записали официальный образ linux mint на моно и сделали ему кладовочку на 1 гигабайт то есть если какие-нибудь я захочу внести изменения то я смогу их сделать теперь значит запишем мою сборку linux mint она несколько побольше потому что тут масса программ установлена ну и я сделаю ей тоже кладовочку где-нибудь на 1 гигабайт на всякий случай чтобы тоже можно было делать какие-нибудь изменения сборки итак запись сделана теперь запишем еще одну чудненькую запись сделаем мы ее вот посмотрите внимательно вот windows с 7 8 ну там идет и десятка инсталлятор и вот сделаем мы это здесь вот этот вот образ от сергея стрельца это полностью операционная система восьмерка с необходимым набором инструментов для починки винды но для нас главная ценность в ней представляет что в ней находится акронис диск директор и акронис true image а вот почему я это покажу чуть позже когда мы запишем все это дело на флешку итак запись сделано теперь можем просто проверить что у нас получилось вот у нас есть великолепная программка rem prep и посмотрим менюшку которая она создает в этой менюшке мы видим первое поисковик операционных систем и чудесная программа сергея стрельца который запускает windows восьмерку для починки винды со всеми необходимыми программами также у нас имеется установочный диск официальной сборки linux mint всегда можете скачать самую последнюю и поставить и плюс моя последняя сборочка то есть вроде бы так все нормально теперь давайте рассмотрим что из себя представляет эти программы значит ну первое вот официальная сборка linux mint вот так она запускается начинает грузиться и вот когда она загружается я вижу абсолютно нормальную официальную сборку linux mint единственное что когда я в реальности на нее загружусь я на нее поставлю программу для записи с экрана чтобы показывать ход установки linux mint вот практически и все и поверьте мне сделать это абсолютно не сложно значит дальше запустим мою сборочку здесь типичное менюшка нажимаем enter вот загрузилась моя сборочка тут поставлена масса программ и в частности есть уже настроенная программа для записи с экрана то есть вы в ней можете работать в интернете пользоваться офисом там и так далее и так далее но при желании в отличие от традиционного такого кружочка CD диска установка вы нажимаете на программу system bug и нажимаете на system copy выбираете там диск куда вы там решаете ставить и туда все это дело копируете но поскольку я это дело делаю на виртуалке естественно других разделов вы не увидите а так в реальности вы сможете выбрать на какой раздел жировского диска вам эту систему скопировать уже настроенную все и голова не болеет ну и теперь рассмотрим как говорится изюминку изюминкой является программа Сергея Стрельца значит она весит порядка там двух там гигабайт слишком там два и три вот выбираете ну можете выбрать вот например вот это вот она у вас загрузилась в чем же и чем же она так хороша вот посмотрите у вас полностью функционирующая операционная система живая как говорится на флешке Windows 8 но к сожалению сохранять вы в ней тоже ничего не сможете потому что она записана в режиме live но работать вы с ней сможете например сеть вы можете загрузить броузер опера и практически искать там что-нибудь ну я не знаю вот ту же Юми давайте программку найдем вот он через Яндекс ее ищет вполне как говорится нормально значит ну вот можете там Юмик там себе там скачать и так далее в режиме там или работы жестким диском или восстановление жесткого диска там и его разделов требуется какое-то время иногда это может быть там семь-восемь минуты иногда может затянуться и на долгое время так вот в это время вы в отличие от чисто Акрониса вы можете включить проводить время скажем во время ремонта ну не столь скучно или можете работать там с какими-то там документами там или еще что-то возможности здесь вот посмотрите очень такие большие есть программы для работы значит с текстом на восстановление данных там утилиты и так далее то есть человек на сборочку-то сделал с большим умом и пониманием поэтому значит вот программа поисковик операционных систем вот эта вот сборочка Сергея Стрельца практически дают вам великолепные возможности для работы с Виндой а для работы значит с Линуксом пожалуйста запускайте или официальную сборку или мою сборку и там уже практически в моей особенно сборке в моей там есть все самое необходимое для того чтобы и восстановить там и починить и так далее ну и еще ну и еще в сборочку входит официальный значит установщик Windows 10 созданный значит очень хорошим автором Мон Круз сейчас его посмотрите сами что он может вот выбираете там свой язык там русский английский там без разницы а идете сюда нажимаете там установить ну вообще вот когда все это дело делается с флешки он вас спрашивает во первых какую выбрать систему там 32 битную или 64 битную ну вот кстати здесь вот здесь 64 битка ну я обычно выбираю вот профессиональную там нажимаю дальше и пошла установка вот и все то есть практически у вас получается флешка с набором всего самого необходимого 2 сборки линукса официальная и моя значит сборка от Сергея Стрельца для починки винды и работы с разделами жесткого диска при помощи программы Акронис и плюс значит установка десяточки так что все самое необходимое есть на флешке теперь посмотрим ее размеры вот посмотрите флешка 14 гигабайт и 6 гигабайт значит еще свободно но это я на нее по-моему еще не записал образ для винды для десятки сейчас проверим да еще не записал вот смотрите сюда как будем ставить десяточку сюда выбираем наш диск опять-таки идем выбираем эту опцию инсталлятора Vista 7 8 но принимает и десятку инсталлятор теперь значит ищем наш образ вот оно русский английский и так далее открываем его и начинаем записывать итак запись сделана итак запись сделана сколько теперь у нас место это дело занимает итак у нас на флешке размером в 14 гигабайт еще осталось три с половиной гигабайта свободного пространства программа причем сюда вошли все самые самые необходимые программы посмотрим еще разочек вот например запускаем менюшку ну первое поисковик операционных систем ремонт ремонтный диск сергей стрельца там масса программ для починки винды и плюс установочный диск от монк винды то есть практически там можно поставить и 32-битную и 64-битные сборки на русском или на английском языке дальше идем на дистрибутивы linux и здесь значит вот две сборочки официальная пожалуйста ставьте ее настраивайте ручками нет проблем или же значит ставьте мою сборку тоже как говорится там поднастраивайте под себя и тоже нет проблем то есть вот такой вот чудесный юсби диск или чудесная флешка значит я ее вам значит эту чудо флешку предлагаю сделать и иметь всегда с собой потому что всегда можно будет починиться загрузиться отремонтироваться восстановиться и так далее как видите ничего здесь сложного нет для записи использовалась программа юми ну для тестирования мы использовали программку рмп и виртуал бокс вот и все значит желаю вам с этим делом позаниматься почему потому что ну скажем так это флешка на все случаи жизни ну или на большинство из них то есть хранить ее как зеницу ока то есть ну с нее всегда можно восстановиться вот и все ну ладно желаю вам всяческих успехов и удач до новых встреч до новых встреч